Примеров блистательного ремонта 1200 километров сельских дорог в Молдове становится все больше. В феврале этого года лидер Демпартии, обещая жителям районов автобаны, забыл уточнить, что далеко не все они будут заасфальтированы. Часть из них просто засыпят щебнем, который смоют при первом же дожде. Село Бадичаны Сорокского района яркий тому пример. Никакого асфальтового покрытия на дорогах не предусмотрено. В районе 1200 километров сельских дорогах будут репараты или построены в кадре этого программы. И это только начинка. Щебени малуза, которыми подсыпают ямы в селе и подъездную дорогу к нему, вывалили прямо в центре. Местные премари и телеканалу БТВ рассказали, что о капитальном ремонте дорог в селе речи не идет. Все они будут реконструированы лишь в белом варианте. Если среди капитальных или это только белые? Только белый вариант. Даренному коню в зубы, как говорится, не смотрят. Если, конечно, ремонт за деньги автовладельцев, которые платят дорожный налог, можно считать подарком. Громогласная пиар-акция демократов о ремонте сельских дорог оказалась наглым враньем. Косметические работы выдают за капитальную реконструкцию. У любого здравомыслящего человека возникает закономерный вопрос. А где обещаны хорошие сельские дороги-то, а? А вот и часть отремонтированной дороги. Ну, как отремонтированной? Засыпана щебнем. Когда на нее заезжаешь, так и хочется погонять. Местные жители с юмором относятся к ремонту дорог в их населенном пункте. Отшучиваются, мол, главное, чтобы хуже не стали после ремонта. В феврале, напомним, Владимир Плохотнюк объявил о старте программы «Хорошие дороги для Молдовы», пообещав отремонтировать в этом году 1200 километров сельских дорог. Спустя некоторое время стало известно, что треть из них предлагается сделать в белом варианте, то есть подсыпать щебенкой. На эти работы, по подсчетам министерства, нужно более полутора миллиарда леев. Причем один миллиард леев правительство собирается выделить дополнительно из госбюджета.